Привет-привет, с вами Женя и мы продолжаем проходить бесконечное лето. В прошлый раз мы увидели, как жизнь Семёна разделилась на две половины до и после. Ну, вернее, она уже один раз разделилась, когда он прибыл в лагерь, но теперь она ещё раз разделилась, когда его поцеловала Ульяна, так что теперь получается, что его жизнь разделилась на три половины, ну, то есть не на половины, ну, то есть на четыре, нет, подождите, нет, три, сперва, один, потом, короче, в общем, под впечатлением от произошедшего Семёна начал использовать всех, кто попался ему под руку для психологической консультации, а потом Электроник зачем-то вручил ему ключ. Видимо, ну, я не стану пока строить догадок, мы, возможно, сейчас узнаем. Зачем ему это понадобилось? Так что продолжим. Семён зашёл в столовую, и... К счастью, она была открыта, но еду ещё не давали. Я сел в дальний угол на своё любимое место и принялся сосредоточенно крутить в руке зубочистку, не отвлекаясь ни на что. Вскоре появилось ощущение, что кто-то стоит рядом со мной. Я поднял глаза и увидел Ольгу Дмитриевну. Некоторое время мы просто смотрели друг на друга, и в глазах Ольги Дмитриевны читалось какое-то новое, неведомое Семёну чувство. Хех, да? Вам что-то нужно? Наконец, начал я разговор. Знаешь, Семён... Я всё, конечно, понимаю, но... Что? Удивлённо спросил я. Думаешь, не знаешь, что ты вчера ночью куда-то ходил? Ходил — это громко сказано. Так вышел на минутку. Ну так что? А что такого? Вы ревнуете, Ольга Дмитриевна? Я сначала тоже думала, что ничего, но всё же решила выяснить. Божатая всё больше и больше хмурилась. Выяснили? Я так и не мог понять, к чему она клонит. Ну... Семён, я уже тебе намекал. Выяснила. И знаешь что? Для настоящего пионера это... Это... Это просто неприемлемо, позорно, постыдно. Но... Ещё с ней! Она аж покраснела от натуги. Даже не хочу слушать твои оправдания. Кажется, я начал смутно догадываться, о чём она говорит. Эээ... Так... Что случилось-то? Вы мне объясните. Тебе ещё хватает наглости! Ты! С Ульяной! Теперь всё стало кристально ясно. Во-первых, я начал заводиться. Ничего такого там не было. А уж я имею отношение ко всей этой ситуации в последнюю очередь. И ты думаешь... Во-вторых, грубо перебил я её, кто вам это сказал? Хотя... Ответ на этот вопрос был очевиден. Ульянка бы не стала. А если бы даже и решила в очередной раз надо мной прикольнуться, то сделала бы это гораздо раньше. За всё время, проведённое здесь, я уже неплохо её понял. Не слишком ли смелое у тебя заявление, Семён? «Значит, остаётся только один человек. Ольга Дмитриевна несколько смутилась от моего напора. А нечего объяснять!» Я резко встал и направился к выходу из столовой. «Семён, подожди!» Услышал я вслед робкие лепят вожаты. Всё же, если с ней вести себя решительно, то и она не настолько уверена в себе. Семён, ты начинаешь постигать мастерство общения с женщинами. И так предстояло, наконец, разобраться с Двачевской. Пока её выходки меня не касались или задевали только косвенно, я терпел. Подумать только, я ведь даже начал считать её не таким плохим человеком. Ээээ... Прости, Семён, когда это было? Я что-то пропустил? Ты с ней не пересекался почти. И последний раз, когда вы пересекались, она пыталась опять оговорить тебя перед Ольгой Дмитриевной, что ты приставал к ней в её домике. И... Надо сказать, мне странно, что после этого Ольга Дмитриевна вообще воспринимает всерьёз любые её слова по любому поводу, а тем более... Эээ... Про тебя. То есть, если она опять попыталась ей что-то наговорить про тебя... Ну... Ольга Дмитриевна... Не, хотя, я понимаю, ревность застилает людям глаза и туманит разум, поэтому... Эээ... Семён должен принадлежать только вожатой. На площади мне встретилась Славя. Не знаешь, где Алиса? Знаю, а что? Так скажи. Эти слова прозвучали явно грубо, но она, кажется, не обратила внимания. В музыкальном кружке? И... Сведения о Славе оказались точны. Я встретил Алису около музыкального кружка. Правда, в сопровождении Мику. Ничего не хочешь объяснить? Так... Семён... Походу таки умудрился включить в себя внутреннего альфача, который до сих пор дремал в зачаточном состоянии. Начал я с места в карьер. Нет, а что такое? Алиса мило улыбнулась. Ой, Семён, привет! Как хорошо, что ты здесь! Может, тогда втроём что-нибудь сыграй? У меня песня новая есть! Знаешь, такая весёлая! Тебе точно понравится! Я обещаю! Ну или можно что-нибудь из старого! Мику вмешалась в разговор. Ты не могла бы... Что? Она смотрела на меня с такой детской непонимающей улыбкой, что я точно понял, что у неё в голове. Зайчатки. Мишки. Кошечки. Но нет ни малейших признаков интеллекта. «Нам с Алисой надо поговорить», сказал я, не терпящим возражений тоном. «Ладно, тогда потом». Похоже, она расстроилась. Впрочем, плевать. «Итак...» «Я не понимаю, о чём ты», обиженно сказала Алиса. «И вообще, мне пора!» Она развернулась и собралась уходить. Грубо схватить. Попытаться остановить словами. Семён, ну... Не надо слишком расходиться для начала. Это новое для тебя поведение. Ты ещё не привык. Можешь... перестараться. Давай, для начала попробуем... словесно. Может, схватить её за руку ты и после этого успеешь. «Эй, подожди!» Она остановилась и повернулась ко мне. «Я же тебя здесь убивать не собираюсь!» Мои слова прозвучали как шутка, но Алиса вздрогнула. «Кто рассказал вожатой о том, что Ульянка ко мне ночью приходила?» «Не знаю». Жалобно взмолилась она. «Эм...» «Погодите...» «Эм...» «Так, возмущение...» «Вожатой было из-за того, что она...» «К нему пришла?» «На...» «Вот тогда, на две минуты?» «Я думал, всё дело в том, что...» «Они вдвоём...» «Бегали с простынями». «Ну, то есть...» «Если бы...» «Алиса рассказала Ольге Дмитриевне, что Семён с Ульяной там украли простыни и решили изобразить привидение и напугать весь отряд, то тогда...» «Возмущение было бы как-то объяснимо, но если всё дело в том, что Ульяна вышла, там, ему пару слов сказать...» «Ольга Дмитриевна...» «Я...» «Я всё больше убеждаюсь, это любовь!» «У Ольги Дмитриевны, она принимает вот такие формы...» «Она по-другому не умеет, ну, она такой человек, что, видимо, с ней в детстве так обращались...» «Родители, что её только строили, да, на неё орали, строили там...» «Сажали в угол, запирали в чулане, не знаю...» «И вот она привыкла, что с любимыми людьми надо себя вести только так...» «Да, это многое бы объяснило...» «Ну, ладно...» «Мы с тобой об этом утром разговаривали...» «Разве не так?» «Она ничего не ответила, только продолжала со страхом в глазах смотреть на меня...» «И самое главное...» «Зачем было придумывать всякие небылицы?» «Я правда не знаю, в чём ты...» «На её глазах показались слёзы...» «Наверное, это...» «От...» «Запаха...» «Ну...» «Семён по-прежнему не мытый...» «Точнее, не Семён, а одеждаю...» «И тут меня словно ударило молнией...» «А если она правда не виновата?» «И почему я так сразу подумал на неё?» «Видно, с ночью мог банально кто-то видеть...» «Да и Ульянка могла рассказать, чем чёрт не шутит...» «Да, Семён, недолго же...» «Продержалась твоя уверенность в том, что ты...» «Узнал хорошо Ульянку...» «Точно?» «Сурово спросил я...» «Да...» «Я задумался на секунду...» «И этого времени как раз хватило Алисе, чтобы убежать...» «Единственным верным решением будет ещё раз поговорить с Ольгой Дмитриевной...» «Я нашёл её на крыльце столовой...» «К тому времени солнце уже почти скрылось...» «За горизонтом...» «Вернулся таки...» «Начала была она...» «Ольга Дмитриевна, вы всё это время ждали Семёна?» «У вас других дел нет?» «Похоже, вы вообще забыли о том, что в этом лагере существуют...» «Другие...» «Люди...» «Которые требуют вашего внимания...» «Ольга Дмитриевна, скажите честно, кто вам про это рассказал?» «С Двачевской я только что разговаривал, это не она...» «Сама Ульянка не могла, тогда кто?» «Почему не могла? Ты только что...» «Решил, что всё же могла...» «Не надо метаться туда-сюда, Семён» «По правде говоря, я и сам толком не понимал, зачем мне знать это...» «Поначалу просто разозлился на Алису, но сейчас...» «Да...» «Если раньше Семёнов волновали вопросы...» «Что это за место?» «Как он сюда попал?» «Да...» «Откуда взялся весь этот лагерь?» «То теперь поиски ответов, видимо, свелись к...» «К выяснению отношений...» «Между...» «С женщинами, воюющими за Семёна...» «А может быть...» «Это и было целью лагеря с самого начала?» «Ну...» «Ну...» «Конечно...» «Можно догадаться...» «Логика авторов игры именно такая...» «Что в этом лагере Семён постепенно...» «Должен...» «Перестать думать о чём бы то ни было ещё...» «Ну...» «Она замялась...» «Какая-то странная девочка...» «Но...» «Это всё равно не...» «Странная девочка?» «Ну, да...» «Не из нашего лагеря, похоже...» «И зачем ей вам об этом рассказывать?» «Нет, первый вопрос должен быть таким...» «Откуда она здесь взялась?» «Из другого лагеря» «В пионерский лагерь не пускают кого попало» «Я уже говорил раньше...» «Если у этой девочки нет путёвки...» «Её...» «На порог не пустят» «Пионерский лагерь — это не проходной двор» «Ну, я не знаю...» «Может быть, Савёнок — это проходной двор» «Он стоит даже...» «Прямо...» «На проездной дороге...» «Может...» «Через него...» «Можно...» «Проходить...» «Проезжать...» «А мне откуда знать?» «Ульга Дмитриевна, ну ведь это...» «Я глубоко вздохнул...» «И отвернулся...» «Вот зачем так очевидно врать?» «Хотя, может быть, она кого-то защищает...» «Например...» «Эй, чёрт...» «Не представляю...» «Ладно...» «Тихо сказал я и быстрым шагом направился...» «Прочь от столовой...» «Не было совершенно никакого желания...» «Дальше слушать...» «Глупое враньё...» «Ольги Дмитриевны...» «А ещё...» «Вожатая называется...» «Погружённый в свои мысли...» «Я шёл...» «Куда глаза глядят...» «Чё стоим?» «Кого ждём?» «Услышал я весёлый голосок позади себя...» «Почему стоим?» «Он же только что сказал, что он шёл...» «Это была Ульяна...» «Ничего... просто...» «Похоже, установить информатора Ольги Дмитриевны всё же не удастся...» «Да и вчерашний случай...» «Вроде бы кое-как замяли...» «Так что...» «Я решил больше не думать об этом...» «Какие планы на вечер?» «Никаких...» «После всех своих оголтелых попыток докопаться до правды...» «Я чувствовал...» «Какую-то необъяснимую вину перед Алисой...» «И перед Ульяной...» «Хотя в чём именно она состояла перед последней...» «Было совершенно непонятно...» «Тогда у меня есть предложение...» «Какое?» «Я... кассетку из дома прихватила...» «Её глаза заговорщически блеснули...» «И?» «Вообще не знаю, когда в последний раз смотрел или слушал кассеты...» «С клёвым фильмом!» «И где же мы здесь найдём видик?» «Я вспомнил это слово из прошлого и...» «Решил заодно проверить, верны ли мои догадки про временной период, в котором я нахожусь» «Так в кружке кибернетики же!» «Нет там...» «Уверенно возразил я...» «Да ладно, если там компьютер есть...» «Видик...» «Вполне может где-то быть в какой-нибудь коробочке...» «С надписью...» «Ээ...» «РАГЕ ПЛЕЙЕР» «А в дальней комнате?» «Её, правда...» «Там он может быть...» «И заодно жидкость для протирки оптики...» «Она очень поспособствует просмотру фильмов...» «Ээ...» «Я...» «Подозреваю...» «Ну, не знаю...» «В любом случае уже поздно, наверное, всё закрыто...» «Непонятное чувство вины перед Ульяной не давало мне сразу отказаться» «Чувство вины?» «Семён...» «Ты уже успел сделать Ульяну женщиной?» «А, я вспомнил, ты только что говорил...» «А, да, проехали...» «Можно в окно влезть?» «Ехидно ухмыльнулась она...» «Ну, знаешь...» «Да, ты прав...» «Вот если бы был ключ...» «Задумчиво сказала Ульяна...» «Но ведь он был... у меня... в кармане...» «И я только что об этом вспомнил...» «Кстати, да, ключ-то есть...» «Надо было сначала думать, а потом говорить...» «Вот и отлично!» «Тогда сейчас быстренько за кассетой, а ты тут подожди...» «Я не успел даже открыть рот...» «Странно, что она совсем не удивилась, что ключ от кружка кибернетики...» «Таинственным образом оказался у меня...» «В самое нужное время и в самом нужном месте...» «Я думаю, я догадался, почему она не удивилась...» «Потому что она знала, что ключ у Семёна...» «А это значит, что она...» «Каким-то образом уговорила электроника...» «Ну, сказала...» «Знаешь, нам там с Семёном надо...» «Побыть наедине...» «Кассетку...» «Кое-какую посмотреть...» «Ну...» «Электроник такой...» «Да не вопрос вообще...» «Тут наблюдается какой-то общелагерный сговор...» «Против Семёна...» «Или за Семёна...» «Но в любом случае предстояло решить, что же делать дальше...» «Самым правильным и самым логичным было бы никуда с ней не ходить...» «Но моё чувство вины...» «Ах...» «Семён утратил свою поцелуйную невинность и теперь его отчаянно мучает...» «Чувство вины...» «А не слишком ли рано...» «А может...» «Не для неё...» «Моя роза цвела...» «Да и ничего такого криминального в том, чтобы посмотреть с ней кино...» «Вроде бы и нет...» «Ну, это смотря какое кино...» «И что там у неё за кассетка...» «А то, может, она её...» «У своих родителей...» «Стянула там...» «Ну...» «Как в анекдоте, да?» «Слышь, мать, он, походу, кассету нашёл!» «Эээ...» «Но, с другой стороны, даже самое безобидное занятие с Ульянкой...» «Может превратиться в цирк с медведями...» «Это в лучшем случае...» «Я уже и думать забыл о том, что произошло ночью...» «О том, как я оголтело выпытывал правду у Алисы и Ольги Дмитриевны...» «Не прошло и пара минут, как она вернулась...» «Опять задумался...» «Посмотрев на Ульяну, я смутился...» «Идём?» «Слушай, ты же знаешь, что у тебя все идеи...» «Эээ...» «Как бы это сказать...» «Не совсем безопасные...» «Опять же чем-нибудь нехорошим закончится...» «Боишься?» «Ничего я не боюсь...» «Просто...» «Я уже взрослый человек...» «И такие игры меня не интересуют...» «Взрослый?» «Она рассмеялась...» «Действительно, я забыл, что...» «Выгляжу...» «Лет на семнадцать...» «И в чем это проявляется?» «Как не тяжело это признавать, но сказать-то мне по сути и нечего...» «Да, Семён, ты не только выглядишь лет на семнадцать...» «В этом страшная правда...» «Ведь за всё время здесь я не проявлял ни особой рассудительности...» «Ни жизненного опыта...» «Ни холодной, взвешенной оценки ситуации...» «Другой вопрос...» «Проявлял ли я их когда-нибудь в той жизни?» «И ведь даже если задуматься...» «Какие-то примеры я, конечно, вспомню, но...» «Семён, не задумывайся слишком долго, а то...» «Ты уже как-то говорил, что...» «Иные мысли тебе приходилось рожать годами...» «Ладно, пошли...» «Эти слова улянки настолько задели меня, что я спросил...» «А кто такой, по-твоему, взрослый человек?» «Тот, кто умеет отвечать за свои поступки...» «Тот, кто не делает чего-то, не задумываясь о последствиях...» «Человек, способный взять на себя ответственность...» «Не только за себя, но и за других...» «Э...» «Наверняка она где-то это прочитала...» «Или кто-то ей это рассказал...» «Потому что...» «Ей самой вряд ли пришло бы всё это в голову...» «Ты-то тогда точно под своё описание не подходишь...» «Попытался отшутиться я...» «Я и не претендую...» «Ухмыльнулась Ульяна...» «Да, она была совершенно права...» «Подобными качествами я...» «Не обладал...» «Но мне всегда казалось, что если мне уже не семнадцать, то ничего больше и не нужно...» «Казалось, что я, в общем-то, ничем не отличаюсь от остальных людей...» «И если захочу, смогу быть точно таким же, как и они...» «Неужели всё не так?» «По факту, нет...» «Ведь в этом лагере я старался вести себя максимально логично...» «Правильно...» «Рассудительно...» «По-взрослому...» «Да, по-взрослому...» «Катался по траве и рыдал...» «По-взрослому...» «По-взрослому...» «Ещё что-то...» «Всех взрослых поступков и не упомнишь...» «Но если даже Ульянка мне в этом отказывает...» «Как же тогда вообще выбраться отсюда?» «Семён, ты ещё вчера готов был остаться здесь навсегда...» «Ну, почти готов...» «А теперь опять хочешь выбраться?» «Мы вошли...» «Ульянке понадобилось некоторое время, чтобы найти выключатель» «Вуаля!» «Право...» «Я наигранно захлопал в ладоши...» «Ну, хватит издеваться!» «Она надула губы...» «Хорошо...» «И что дальше?» «Сюда!» «Ульяна подошла к двери во вторую комнату...» «Постояла некоторое время в нерешительности...» «И резким движением открыла её...» «И внутри оказался Шурик, который пил водку...» «Шутка...» «Внутри было довольно тесно...» «Больше похоже, что это помещение использовали...» «Под кладовку...» «Коробки, громоздящиеся друг на друге...» «Формировали некое подобие альпийского хребта...» «Различные приборы, раскиданные то тут, то там...» «Напоминали мне о хаосе мыслей, царящем в голове любого учёного...» «А стеллаж с книгами у дальней стены...» «Ясно давал понять, что это всё же не просто склад никому ненужного барахла...» «А где...» «Где бутылка-то? Где самое главное?» «Справа от меня на тумбочке стоял телевизор...» «А рядом...» «Видеомагнитофон...» «Интересно, что они были не советскими, а самыми что ни на есть...» «Японскими...» «По крайней мере, с виду...» «С виду?» «Э...» «Семён, там...» «Как бы...» «Должно быть название фирмы...» «Ну, там, на корпусе где-нибудь...» «Какой-нибудь...» «Акай...» «Фунай...» «Ты по виду национальности определяешь у техники?» «Ну что же, в те времена...» «Точнее, для меня в эти...» «Тоже существовал импорт» «Что я тебе говорила?» «Победоносно улыбнулась Ульянка» «Ну...» «Да...» «Видел когда-нибудь такое?» «Видел...» «Пожалуй, у меня дома где-то на антресоле валяется видеомагнитофон» «Ты что-то не удивлён совсем?» «А чему удивляться?» «Импортный телевизор, видак!» «Как будто часто такое видишь» «Последнее время действительно не часто» «Лениво согласился я» «Какой-то ты угрюмый» «Впрочем, ладно...» «На!» «Она протянула мне кассету» «Я повертел её в руках, но не увидел ни одной наклейки, ни одной надписи» «Опасно смотреть кассеты без надписи» «Такое можно увидеть, что...» «И что там?» «Я точно не знаю» «Задумчиво сказала Ульянка» «Но точно что-то интересное» «Вскоре на экране появилась заставка одной известной американской кинокомпании» «На букву... П...» «Да?» «А после П... буква Р...» «Ладно...» «Вот, вот, смотри!» «Ульянка даже заёрзала на месте» «От нетерпения» «Смотрю» «Так...» «Через несколько минут я понял, что на кассете у неё записан один известный фильм 80-х годов, где из будущего прислали робота, чтобы кого-то там убить, дабы через сколько-то там лет не родился какой-то герой» «Вот оно что» «Интересное совпадение» «Меня же тоже, можно сказать, прислали из будущего» «Что, получается, моя миссия?» «Убить кого-то из местных обитателей» «Э...» «Семён» «Есть варианты, ты же не робот» «Там...» «В этом фильме, кроме робота, ещё был, ну, другой персонаж, которого тоже прислали из будущего» «И...» «У него была несколько другая задача» «Ничего, сейчас посмотришь, вспомнишь» «Я невольно засмеялся» «Что смешного?» «Ульяна укоризненно посмотрела на меня» «Да нет, ничего» «Как будто фильм мне нравится» «Фильм как фильм, я его видел уже не раз» «Как это...» «Она широко раскрыла глаза от удивления» «Штирлиц был как никогда близок к провалу» «Ну, друг давал кассету» «Хм...» «Ульянка пристально посмотрела на меня» «Ладно, не отвлекайся» «Я показал на экран» «Я сейчас представил, как они досмотрели до... того места, где... ну, у Сары с Кайлом постельная сцена и... Ульяна такая... «А что это они делают?» «А Семён...» «Ну...» «Помнишь...» «Ты в лесу кое-что спрашивала» «Вот...» «А...» «Ладно, ладно» «Когда фильм дошёл примерно до середины, я услышал, что кто-то пытается открыть входную дверь» «Говорят, что когда у человека слабеет одно из чувств, остальные усиливаются» «Я был прилично подслеповат, зато слышал отменно» «Гаси свет!» прошептал я «Что?» «Свет гаси!» Ульянка поняла, что со мной спорить не стоит, и метнулась к выключателю Я же тем временем нажал на паузу В другой комнате послышались шаги, а под дверью замелькал луч фонаря Интересно, кому понадобилось ночью прокрадываться в кружок кибернетики? Известно кому Ольга Дмитриевна ищет объект своего обожания «Их здесь нет!» Голос Ольги Дмитриевны Вот так Ольга Дмитриевна обыскивает помещение «Да» Вскоре входная дверь захлопнулась, и я с облегчением вздохнул «Видишь, это опять все из-за тебя!» «Что?» Ульянка удивленно посмотрела на меня «Ну а зачем она сюда ночью приходила? Наверняка нас искала!» «Если Алисе на твое отсутствие, скорее всего, наплевать, то я-то прописан в домике у вожатой» «Она задумалась» «Ну и что такого?» «Что такого?» «Почему ты постоянно впутываешься в неприятности? Тебе как будто это нравится» «Так веселей же» «Веселей, когда тебя постоянно ругают и наказывают» «Кто не рискует, тот не пьет шампанское» «Она весело расхохоталась» «Так вы и так не пьете, кстати, надо найти, Семен, найди бутылку, раз уж ты рискуешь, ты должен пить, ну, не шампанское, так что-нибудь другое» «Сразу развеселишься» «Есть же какие-то нормы, в конце концов» «Ладно, пока у тебя все без последствий обходилось, но кто знает, что дальше будет» «Можно же и доиграться» «Ты брюджишь, как старый дед» «Обиженно сказала она» «А кто недавно говорил, что меня нельзя назвать взрослым» «Семен, старость – это не признак взрослости» «Ну, зрелости», скажем так «Не ко всем она с возрастом приходит» «Ладно, проехали, давай фильм дальше смотреть» «Я не стал с ней спорить» «В конце концов мы уже на счетчике Ольги Дмитриевны и часом позже, часом раньше» «Особого значения не имеет» «На каждом напряженном эпизоде Ульянка вскакивала, визжала и хватала меня за руку» «Я же не был настолько увлечен фильмом, но все же делал вид, что мне тоже интересно» «Кроме злого робота, из будущего прислали также и доброго человека, чтобы помешать ему» «Может быть, я как раз здесь не с целью стать беспощадной машиной-убийцей, а с целью наоборот что-то предотвратить» «Изменить» «Эх, Семен, у тебя с Кайлом ровно одно сходство, он, как и ты, был девственником» «Но в его случае, в отличие от тебя, это было непозорно» «Помешать свершиться какому-то событию, например, или удержать кого-то от неправильного поступка» «Как ни посмотри, аналогия интересная» «Однако никакой фактической почвы под собой не имеющая» «У меня в руках нет дробовика, я не закован в кожу, не разъезжаю на мотоцикле» «Подожди, так и Кайл не был закован в кожу и не разъезжал на мотоцикле» «Это у Терминатора была кожа и мотоцикл» «У тебя в голове всё перепуталось» «Это всё у Терминатора было» «А ты, как и положено, Кайлу в совершенно вонючих шмотках, которые тот достал с первопопавшегося бомжа» «Так что в этом вы с ним как раз совпадаете» «Да что там, у меня даже тёмных очков нет» «Зачем тебе они?» «Не путай себя, создай...» «Кто Семёну писал этот внутренний монолог?» «Пусть бы пересмотрел фильмы внимательно» «Смотри, смотри» На экране разворачивалась очередная погоня со стрельбой и уничтожением различной колёсной и пропеллерной техники «Так, минуточку» «Во-первых, вы досмотрели до постельной сцены или не досмотрели?» «Это раз» «А во-вторых, какая пропеллерной техники не была в первом фильме?» «Она была во втором фильме» «Вы уже смотрите второй фильм?» «Второй фильм вы не могли смотреть, потому что он вышел уже когда Советский Союз развалился» «Ну или в крайнем случае доживал свои последние дни» «Или может в этой параллельной вселенной вышел какой-то другой Терминатор» «Как думаешь, хороший парень победит?» «Я-то сам, конечно же, знал ответ» «Ну, если здесь сняли какого-то своего Терминатора, то ещё неизвестно, кто в нём победит» «Может, там вообще всё на выворот» «Джон Коннор – злодей» «Хотя, блин, у нас тоже про это в конце концов сняли» «Естественно! Добро всегда побеждает!» «Серьёзно сказала она» «Если учесть, что Ульянке часто удаются её глупые затеи, то в значении слова «добро» можно серьёзно усомниться» «Подожди, но ты же уже смотрел» «Да, просто интересно твоё мнение» Вскоре фильм подошёл к концу «На финальных сценах Ульянка бегала по комнате, стараясь получше рассмотреть всё происходившее на экране и ничего не упустить» «Чтобы получше рассмотреть, надо наоборот стоять поближе» «Фух!» «С облегчением выдохнула она, когда пошли финальные титры» «Чё ты такая весёлая, тебе плакать надо, там же герой умер в конце» «Понравилось?» «Ты ещё спрашиваешь» «Конечно» «Ясно» «А тебе я погляжу не очень» Она лукаво прищурилась «Ну, это больше для детей всё же» «Да ладно» «Не, я понимаю, в своё время у нас этот фильм, конечно, смотрели невзирая на возраст, но так или иначе возрастной рейтинг там такой, не слабенький» «Да?» «Ну, да» «А что?» «Эй, ничего» Она зевнула и села на пол, прислонившись спиной к груди коробок «Пора спать идти, наверное» «Я устала, никуда не пойду» «Как хочешь, а я, пожалуй, пойду» «Эй, подожди» Ульянка моментально подскочила ко мне и схватила за руку «Оставишь меня тут одну?» «Ну, хочешь, отнесу в домик» «Неуверенно» «Сказал я» «В конце концов, подобный опыт у меня уже был» «Не хочу» «Хочу здесь спать» Она порылась в рядом стоящей коробке и извлекла оттуда некое подобие одеяла и подушки «Опять ты за своё» «Обречённо вздохнул я» «Подумай, нас уже ищет Ольга Дмитриевна, и если мы всю ночь тут проведём» «Ну, во-первых, ищет тебя» «Насчёт меня ещё не факт» «Рассмеялась Ульянка» «Даже если и так, то тебе тоже попадёт» «Раньше я бы удивился мысли, что Ольга Дмитриевна может совершенно не думать о других пионерах, кроме Семёна, но теперь, да, мне это представляется правдоподобным» «А куда музыка подевалась, я не понял» «С чего это ты взял? А даже если и так, то ничего страшного, мне не привыкать» «Да что ты упёрлась-то, до твоего домика идти метров сто-двести» «К тому же по Ульяне нельзя было сказать, что она валилась с ног» «Я устала» «Она закуталась в одеяло, отвернулась от меня и начала усердно изображать богатырский храп» «Ладно, до завтра тогда» «Я попытался уйти, но Ульянка вновь схватила меня за руку» «Да что ты так упёрлась-то?» Она ничего не ответила, кажется, я её напугал В тот момент было совершенно непонятно, что делать Затея из кассеты изначально идиотизм, но теперь это уже за гранью моего понимания Я совершенно не представлял, в чём логика её поступков, какой в них смысл, мотивация Однако, несмотря на всё это, я не мог решительно сказать «нет» Семён, что тут думать? Ну, хорошо, я могу догадаться, сообразить Значит, во всей видимости, раз Ульяна так настойчиво пытается с тобой вместе заснуть В её представлении она ходит с тобой на свидание Ну, то есть, ей кто-то когда-то сказал Ну, тогда не было интернета, не было коллективной мудрости Что-то обрывками она у кого-то там узнала как-то Что свидание – это когда люди вместе там гуляют Или ходят смотреть кино Или просто гулять Ну, или как-то развлекаться А потом они идут вместе спать Вот это, в её понимании, это свидание И она, вот, хочет, ну, как поняла С тобой ходить на свидание Поэтому в конце она хочет с тобой спать Она ещё не знает, что там есть некоторые нюансы в этом деле Скажем так Она думает, что спать – это значит просто спать Потом её спросят, там, что ты делал А она без задней мысли скажет Я спала Семёном Так что... Эх... Ладно Мы... Пожалуй, слишком задержались Давайте... Узнаем в следующий раз Как... Поступит Семён И что их ждёт на утро Застукают их, наконец, или... Может быть, они... Опять успеют раньше сбежать Ну, в общем, посмотрим А пока, как обычно Если вам понравилось, подписывайтесь на канал Ставьте лайки, комментируйте И до новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok